Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видео-урок. Желаем вам успехов! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елена Витальевна. Сегодняшний урок русского языка мы проведем вместе. Тема сегодняшнего урока – однородные члены предложения. Сравните предложения и выделите в каждом из них основу. Оля бежит по тропинке. Кто? Оля. Это подлежащие. Оля что делает? Бежит. Это сказуемое. Это основа первого предложения. Рассмотрим второе предложение. Оля и Катя бегут по тропинке. Кто? Оля и Катя. Это подлежащие. Оля и Катя что делают? Бегут. Это сказуемое. Это основа второго предложения. Ребята, посмотрите на схемы этих предложений. Правда ли, что во втором предложении два подлежащих? Правда. Вы заметили, что второе подлежащее точно так же относится к сказуемому, как и первое? Действительно. Бегут кто? Оля и Катя. Попробуем дополнить новое предложение еще одним главным членом, чтобы в предложении было три подлежащих. Например, Оля, Катя и Аня бегут по тропинке. Составим схему этого предложения. Давайте сравним еще два предложения и выделим в каждом из них основу. Первое предложение. Оля бежит по тропинке. Второе. Оля бежит и прыгает по тропинке. Рассмотрим первое предложение. Кто? Оля. Это подлежащие. Оля что делает? Бежит. Это сказуемое. Рассмотрим второе предложение. Кто? Оля. Это подлежащие. Оля что делает? Бежит. И что делает? Прыгает. Это сказуемое. Давайте сравним схемы этих предложений. Действительно ли во втором предложении два сказуемых? Верно ли, что второе сказуемое также относится к подлежащему, как и первое? Да. Бежит и прыгает кто? Оля. Давайте дополним предложение еще одним сказуемым. Например, Оля. Оля бежит, прыгает и веселится. Посмотрите на схемы этого предложения. Итак, члены предложения, которые одинаково относятся к одному и тому же члену предложения, называются однородными. Однородными могут быть как главные члены предложения, подлежащие и сказанным, так и второстепенные, определения, дополнения и обстоятельства. Давайте поработаем со следующим предложением. Мама увидела Олю, Катю и Аню, позвала их и пригласила на чай. Какие слова я прочитала с интонацией перечисления? Олю, Катю и Аню. Где я сделала самую большую паузу? Перед словом позвала. Давайте выделим основу в этом предложении. Сколько здесь однородных сказуемых? Три. Увидела, позвала и пригласила. С каким подлежащим они связаны? Увидела, позвала и пригласила. Кто? Мама. Однородные второстепенные члены предложения относятся к слову «Увидела» и отвечают на вопрос «Кого?». Это однородные дополнения. Рассмотрим еще одно предложение. Погостили Иван да Марья у Ворона, у Орла, у Сокола, попировали и поехали в свое царство. Погостили, попировали и поехали. После этого вы без труда найдете другие однородные члены предложения. Погостили у кого? У Ворона, у Орла, у Сокола. Это однородные дополнения. А сейчас я расскажу вам, какие знаки препинания бывают между однородными членами предложения. Если однородные члены предложений связаны между собой только интонация и перечисления, то между ними ставится запятая. Например, Прилетели грачи, Жаворонки, Скворцы. Снег лежал на деревьях, крышах, проводах. На схемах это можно изобразить так. Выбирая знак препинания между двумя однородными членами, помни, Перед союзами А, Но, Запятая ставится, А перед союзом И, Не ставится. Например, В лесу росли сосны и ели, Перед союзом И, Запятая не ставится, В лесу росли не сосны, А ели, Перед союзом А, Ставим запятую, В лесу росли сосны, Но не ели, Перед союзом Но, Ставим запятую, Давайте рассмотрим несколько предложений и поставим знаки препинания. Первое предложение. Аня и Таня гуляли в парке. Кто? Аня. Кто? Таня. Это однородные подлежащие. Между ними союз И, Запятая перед ним, Не ставится. Второе предложение. Катя села на стул и задумалась. Катя что сделала? Села и задумалась. Это однородные сказуемые. Между ними союз И, Запятая перед ним, Не ставится. Следующее предложение. Папа ехал и думал о погоде и наступающих заморозках. Папа что делал? Папа ехал и думал. Это два однородных сказуемых. Между ними союз И, Запятая перед ним, Не ставится. Думал о чём? О погоде и заморозках. Это однородные дополнения. Между ними союз И, Запятая не ставится. На улице очень тёплая и солнечная погода. Погода какая? Тёплая. Погода какая? Солнечная. Это однородные определения. Между ними союз И, Запятая не ставится. Следующее предложение. Мальчик облился со шланга водой, Но не испугался, А рассмеялся. Мальчик что сделал? Облился, Не испугался, Рассмеялся. Это однородные сказуемые. Между ними союзы Но, А. Перед этими союзами Ставится запятая. Давайте обобщим всё, Что мы узнали на уроке. И расскажем о правильной постановке запятых При однородных членах предложения. Члены предложения, Которые одинаково относятся К одному и тому же члену предложения, Называются однородными. Однородными могут быть Как главные члены предложения, Подлежащие и сказуемые, Так и второстепенные, Дополнения, Обстоятельства и определения. При перечислении Всегда ставятся запятые. Если однородные члены предложения Соединены с союзом И, То чаще всего Перед ним не ставится запятая. Перед союзами А, Но, Соединяющими однородные члены предложения, Всегда ставятся запятые. Итак, ребята. Сегодня мы говорили Об однородных членах предложения И о знаках припинания Между однородными членами предложения. Наш урок закончен. Пишите грамотно. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова